Что я пашу, и только в этом случае деньги, ну как, они не валятся, они зарабатываются. Мне еще в мое окружение всегда помогало этому соответствовать. Ты же крутая, ты образована, ты умная, ты такая в себе уверенная, у тебя все получается. Я думаю, лошадь вообще, ну ничего не хотят с собой делать. Это следующая установка, что людям ничего не надо, правильно? А как мне работать с людьми, если у меня установка, что им ничего не надо? Ну и в общем, в какой-то момент времени, это был 14-й год, июнь месяц, я решила кардинально в очередной раз поменять свою жизнь. Переехала в Екатеринбург, жила немного дальше в другом городе. Нашла компанию, с которой я буду сотрудничать. Два года от нее отбивалась, тут пришла сама. Нашла лидера, с которым я буду сотрудничать. Пару раз хорошие деньги заработала. И что-то как-то приуныло. Потому что людям же ничего не надо. Я же понимаю, им ни хрена не надо, понимаете? Я пошел, 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 а им ничего не надо. И я начинаю задумываться. Я такая классная, такая клевая. Они за мной бегут, лапки сложились, смотрят. А мы не видим результатов от ваших. То есть они на своих кошельках не видят результатов от моей работы. Понимаете? Я думаю, да что хоть такое? То есть я понимала, что что-то внутри меня, но я не знала, что с этим делать. Я изучала психогенетику, я изучала родологию. Родология тоже меняет установки. Но нужно работать от 5 до 8 часов в сутки, 7 дней в неделю, ребят. Я работала так, что я обесточивала все квартиры и подъезды, где я находилась. Реально. Это все работает. Но это же, это же вообще невозможно просто. Значит, после Нового года взгрустнулась. Что-то как-то с деньгами не так весело, как было до того года. Попадает мне книга в интернете. Вот вы знаете, ребят, на самом деле, раз я такой популярный человек, у меня очень много знакомых, мне ссылки, книги шлют всегда. У меня, если нет адекватного предложения, я даже открывать не буду. Мне лень, понимаете? То есть у меня нет для этого времени. Чем меня Даша на книгу купила, я не знаю. Я ее открыла, прочитала за 2 часа буквально, выпила ее. Кто читал, знает, сзади схема. Я такая грамотная, ну я же по одному из образования психолога, уж я-то знаю, что с этим делать. Я проработалась, полетела на встречу со своим партнером по бизнесу, мы пошли с ней сразу в ресторан, все замечают, что со мной чего-то не того. Все мне делают комплименты, я говорю, опа, работает, все работает. Ну то есть все отметили в этот день. Пару дней я летала, потом меня так нагрело жестко, вообще. Я не знаю, что это было за расколпас, стою мою посуду, меня осеняет. А что я в контакте не найду эту девочку, которая эту книгу написала? Тут же сажусь за компьютер, нахожу Дашу, пишу, кто я, откуда я. Она мне отвечает, вам сейчас позвонят. Догадайтесь, кто мне позвонил? Милюша. Я была вообще удивлена настолько, вот это просто чудеса по-другому не назовешь. Ну потому что я в принципе всегда вот с этими людьми, кто сидит в первом ряду, кто начал супер-эго сейчас, да? Я с ними за любой кипиш, вообще всегда. И тут оказывается, что вот это все к ним имеет прямое отношение. Ну значит это мое, а как? Я сначала Даше говорю, Даш, мне надо прямо сейчас, я не могу ждать, когда у вас на первый поток пройдет. Все, кого там, мне сейчас надо. 6 тысяч проработка, садись, прорабатывайся. Ребята, вы не представляете, что творилось. У меня вообще я человек такой железной воли, да, надо понимать, что большие деньги, они просто так не достаются. Я привыкла пахать, в 90-е годы я пахала. Конечно, конечно, я понимаю. Но у меня то есть с эмоциями все в порядке, я держу их под контролем. Суд у меня. Ну не все сразу ведь. Я же на деньги пришла прорабатывать. В общем, у меня была истерика такая, что я думала, я не сяду за компьютер, с Дашей прорабатываться. Я даже деньги не могла ей перевезти, пойти. Я стояла вот так вот у банкомата и обливалась слезами. Представляете, я не понимала, что со мной происходит. Я звоню Миле, я говорю, Миле, это нормально. Она говорит, нормально. Отправляй, все нормально. Я отправила деньги, вернулась домой, села за компьютер. Мне стало понятно, потому что, в принципе, тут я вчера удивлялась на брифинге, как там кому-то одному непонятно. Да, вот в принципе, это ж надо так вообще вот. Дело в том, что я последнее время себя стала ощущать, что деньги это может быть даже не очень хорошо, потому что я как тот банкомат. Раз я всегда работала много, я же как бы отделилась уже от всех, да, что раз я всегда занята. Но я имею в виду от семьи, от окружения. И происходило таким образом. Все происходит, все события вне меня. За мой счет, но как бы отдельно от меня, понимаете. И у меня, видимо, еще новые и новые установки. Они как бы насаживались то, что так, стоп, а я в этой картине мира где вообще? Что я-то делаю? Ну, зарабатываю, ну, круто. Могу себе многое позволить. Что дальше? Понравилось, в книге написано, если у тебя еще своего острова и самолета нет, а у меня сейчас следующая цель это пилотировать самолет, то есть самой летать. Думаю, ну раз у меня еще этого нет, значит, все, еще с деньгами все хорошо. Но после Нового года, на самом деле, когда я к Таше обратилась, у меня какая была тема? То есть, если я вернусь к прошлому своему поведению и начну пахать, конечно, я их заработаю. Но я уже не хотела. Я уже не хотела больше этого делать. Я так устала смотреть в эти усталы. Я вот, со мной приехали мои партнеры, топ-лигеры крупной компании. Вот они не дадут мне соврать то, что я действительно смотрела в эти глаза людей. И думала, боже мой, если им ничего не надо, а это же моя установка, что им ничего не надо. Но если ничего не надо, что я вообще буду с ними делать дальше? Еще такая была дружба с деньгами, что я раздаю. Да и просят давала. Но давала с таким как бы намерением, что ну не верну ты не верну. То есть, если готова подарить, то давала. Пять, десять спокойно там, до пятидесяти тысяч. Но был момент, когда я сделала работу, и мне не заплатили двести тысяч. Мужчины. Меня это зацепило. Думаю, ничего вы. Ой, кони. Учишь, что ли, что ли? Мне надо эти деньги. Я прорабатывала в первую очередь вот эту тему. Если честно, я не верила. Потому что я за эти девять месяцев привыкла думать о них уже достаточно хорошо. И я понимала, что вот как вчера та Марина, да? Ну не отдадут они мне эти деньги. Ну просто не отдадут. Привезли сами. Привезли сами. Отдали. Тут же попросили в долг пятьдесят тысяч. Я говорю, нет, забрала все. Смогла не отдать, то есть. Смогла не повестись. Через два дня одна... Одного из парней, жена, давай мне под проценты деньги просить. Я звоню девчонкам, я говорю, ну да что, противно? Юля говорит, все просто, на сознательном уровне чувства вины убери перед ними. Потому что тебе сейчас кажется, что раз ты забрала, а у меня даже такое как бы было. Забрала. Ну то есть я уже не надеюсь, если честно. Но для меня это результат. Привезли сами. С доставкой надо. Все хорошо. Вот. Ну и тут у меня, когда я стала прорабатывать партнеров, но оно напрямую имеет отношение к бизнесу и к моим деньгам, так как говорится, да? У меня хоб двадцать тысяч евро я заработала, спокойненько так. Хоб еще двадцать тысяч евро заработала. Девчонкам пишут сорок тысяч евро, они там, вау, я говорю, а что, это нормально, это еще не так много, скоро будет больше. И на самом деле все в динамике, все разбивается, все очень хорошо идет. И сейчас уже вот я работаю не столько, хотя... Вот я почему всем, вообще каждому рекомендую эту методику. Для меня очень важно, что оценили те люди, которым я доверяю. Я дала им книгу сразу, как сама прочитала. И реакция этих людей, как они приняли для себя эту методику, и то, что они сегодня со мной сюда приехали, это тоже большое дело для меня, да? Большое значение. Я знаю, что эта методика действительно работает. Я это ощутила. И я понимаю, что человек на любом уровне сегодня, как я раньше считала, раз я очень много в себя вложила, очень много училась, работала, развивалась, я могу. Эта методика позволяет любому, в любом возрасте, при любом образовании, чем бы вы ни занимались, она позволяет размести вот эти вот грани, которые действительно мешают вам увидеть реальность этого мира. Почему я говорю людям, когда я рекомендую методику, что ключи от своей реальности? Ну, потому что это действительно так. Я недели две назад Юле говорю, Юля, у меня такое ощущение, что я влюбилась. Но я этого чувства не помню. Наверное, вот с юности, когда вот там первая влюбленность была, когда первый раз замуж уходила, у меня было такое вот ощущение. И я его вспомнила, то есть словила. Но я не понимаю, я влюблена в саму жизнь. Вот прям кайф такой, кайф, кайф. Я говорю, я уже давно такая хожу, что ты думаешь? Это нормально вообще? У меня такой трепет внутренний, и я перестала бояться, потому что была установка с детства, что если тебе очень хорошо, жди плохого. И я перестала этого бояться, я просто стала кайфовать, я отпустила это все. Мне сегодня просто нравится все, что я делаю. Я еду, надо еду, не надо не еду. Вот вчера мне очень помогло на брифинге какие-то моменты еще увидеть, услышать, да, то, что все от того, что я хочу. Потому что наша ложная порядочность, что за кого-то что-то сделать, кого-то пожалеть. Если человек не хочет быть счастливым, оставьте его. У меня очень часто спрашивают, вот вы нас обучали, поддерживали, вот мы уже все знаем. Как нам теперь? Только вот осталось делать действия. Не надо. Не надо. Оставайтесь в жопе. Прошу прощения. Но не хочу я теперь никого больше спасать и реанимировать. Но не хочу. Потому что методика, она позволяет человеку самому увидеть, что он хочет и куда двигаться. Понимаете? Просто вообще. Настолько просто, что проще методики действительно. Не то, что методики. Мы привыкли учиться, учиться, делать, делать. Ну там какой-то результат. Счастливый. Куча установок снова, и результат может уже не устраивать. А у кого бывает такое, что деньги заработали, чуть-чуть кайфа, и потом опять разочарование? Бывает такое? А почему такое состояние? Не задумывались? То у меня было ощущение, что раз я зарабатываю, ну я как бы вне, ну как это сказать, то есть все мои деньги пользуют. А где я в этой картине мира, я не могла понять. И уже это одно состояние только может начать меня блокировать от денег. Понимаете? Вот этого делать тоже не надо. И когда я работала и понимала, что деньги это тяжелый труд, мне их тратить было некогда. Их тратили другие родственники. Сегодня я думаю, что родственникам придется зарабатывать самим, а мне надо тратить свои деньги уже вот по назначению, так скажем. Понимаете? То есть на себя там видно и видно. Вот на самом деле проработка с денег началась, но как оказалось, это только начало пути вообще. Только-только начало. И то, что это в Казани, и то, что это начали вот эти замечательные люди, которых я люблю, это для меня вообще знаково, просто знаково. Случайности не случайны. Мы все как вот просто, ну под какой-то счастливой звездой. Вы что-то хорошее совершили, что в этом зале находитесь реально. И те, кто онлайн, конечно, занимаются, вообще молодцы. Потому что люди делятся своими результатами. Я тоже в чатах наблюдаю, когда могу, даже отвечаю, пишу. Действительно, главное не останавливаться. И неплохо было бы понимать, конечно, куда вы двигаетесь, вообще чего хотите. Потому что часто, когда комментарии читаешь в чатах, понимаешь, что люди не определились просто. Они вроде даже коучинку уже купили, но просто не определились. А когда человек четко знает, что он хочет, хоть в денег он начнет, хоть откуда он начнет, он все равно добьется своих результатов, потому что методика работает колоссально. Вообще. Так что я всем благодарна. Желаю всем успеха. Деньги зарабатываются легко. Ура! Деньги зарабатываются.